Что касается займов государственных структур, вопросов здесь много. Об одном из таких примеров в своем обзоре расскажет Мирвир Жакьянова. Мирвир, добрый день. О чем пишут наши коллеги из информагентства InBusiness.KZ? Привет, Желгас. Да, оказывается, Акимат Шимкента планирует занять 14 миллиардов тенге на строительство дорог на казахстанской фондовой бирже. Ожидается, что торги пройдут в этом месяце, пишет наша коллега из InBusiness.KZ Елена Тумашова. Условия выпуска – срок обращения 5 лет, возвратность 2 раза в год. С доходностью пока не определились. Средства хотят направить на три проекта. Соединение центральной улицы Кунаева с железнодорожным вокзалом, а также строительство развязки на пересечении с улицы Рыскулова. Сроки реализации во всех случаях – 2021 год. Елена Тумашова задалась вопросом, почему Акимат решил выйти на фондовый рынок, а не привлечь средства из государственного бюджета. И получила официальный ответ. Обычно из республиканского бюджета нам предоставляется весь объем средств, необходимых для реализации тех или иных проектов. Необходимо софинансирование из местного бюджета. Реализация трех проектов, о которых идет речь, запланирована на 2020-2021 годы. Учитывая срочность, мы решили выйти на фондовый рынок. Риски в Акимате исключают, так как заемные средства будут включены в лимит долга. На каких инвесторов рассчитывают в Шенкенте? Это прежде всего отечественные вкладчики – банки, страховые и брокерские компании, которые управляют портфелем. Физические лица тоже смогут приобрести эти облигации. Во время специализированных торгов можно подать заявку через своего брокера на приобретение бумаг. По закону муниципальным бумагам не требуется маркетмейкер, то есть у нас не будет, скажем, искусственного движения по бумагам. Но все же мы ожидаем, что спрос на них будет достаточно высок, и это обеспечит ликвидность этих бумаг. Отмечу, запланированный выпуск в регионе называют дебютным, так как все предыдущие размещались по госпрограммам. Это 10 выпусков ценных бумаг Акимата Шенкента на общий объем порядка 74 миллиардов тенге. 9 из них были размещены в прошлом году, еще один годом ранее. Облигации на внутреннем рынке мы выпускаем не в первый раз. Третий год работаем в этом направлении. Но предыдущие выпуски были в рамках госпрограмм Нур-Лежер и Дорожная карта занятости. Там тоже велось строительство объектов. Мы хотели бы продолжить работу, только уже не в рамках госпрограмм, а реализовать свои облигации. Согласно предоставленной Акиматом Шенкента информации, объем волового регионального продукта города за 9 месяцев прошлого года превысил 1,5 триллиона тенге. По этому показателю город занимает 12 место в республике и 14 в расчете на душу населения. В структуре показателя промышленность превышает 25%, торговля чуть менее 19%, строительство 5%, сельское хозяйство 1%, а на другие виды деятельности приходится без малого 50%. Жалгаз, еще больше интересных материалов, как всегда, на сайте inbusiness.kz. Обязательно зачитаю после эфира и рекомендую нашим телезрителям также зайти на сайт inbusiness.kz. Мирюет, благодарю за интересный обзор.